В этом году, несмотря на возвратную заморозку, наш Питер и ваш Манжурец снова в абрикосах. В Питере. Слушай, Антон Олегович. Алло. Да, Олег Газаревич, всё нормально, всё хорошо. Я не мог ответить, потому что интернетом пользовался. Всё, спасибо. Всё, спасибо. Так, всё, добро получено. Итак, в Питере, в Питере, в Питере, вы понимаете, ваш Манжурец снова в абрикосах. Уже начали созревать первые абрикосы. Ещё радость. У меня на даче под Выборгом первый раз будет подносить слива китайка фиолетовая. Вы понимаете, для нас, сибиряков, китайка фиолетовая, эко невидаль по всей России, кого нет книг, ну, хоть по одному она была. Что это такое? А она предназначена для северо-запада. Как раз для Выборга, как раз для Питера. Ясно? Вот. Она заменяет абрикосы. Слава Богу, что есть китайки, где можно есть, обжираться, варить компоты и прочее. И она же служит ещё и подводим для абрикосов. Значит, там, где близко к грантовой воды, китайка послужит прокладкой между грантовой водой и абрикосом. Поехали дальше. Все эти деревья я вырастила из Ваших косточек. Косточек. А мне, знаете, там тысячи, десятки тысяч лежат, никому не надо. Это такое счастье смотреть на это чудо. Огромное спасибо за Ваше знание и Ваш опыт, который Вы делаете, делитесь с людьми. Когда поспешит, наверное, поспеет китайка Фиолетовая, обязательно пиши фото. Итак, маджурский абрикос. Пожалуйста. У нас от телефона снимали. Вот он, красавец. Он уже не похож на папу. На папу-маму. Дальше. Крупный план. Конечно, не похож. У него второй родитель. Сильно культурный, явно. А вот у Вас уже и пошли сливы. Тут немножко непонятная секция. Или это все-таки вариант сувенира Востока? Или той китайки, о которой говорили выше? Почему? Читаем. Доброго дня, Валерий Константинович, как я обещала, высылаю фото слив выращенных. Но из Ваших костей. Слива просто превосходного вкуса. В этом году она дала первый урожай. В этом году она дала первый урожай, даже несмотря на сильные заморозки в июне. Заметьте, даже не в мае, в июне. И дальше написано. Слива сувенир Востока. Тогда я понимаю так, что из косточки слива сувенир Востока получилось вот это чудо. Абсолютно на сувенир Востока не похоже. Но не надо забывать, мое любимое, этот, апаризм. Папа Блодин, мама Брюлядька, сын Рыжий. Помните, да? В природе то же самое. Еще не все рассказал. А еще в этом году, внимание, я посадила абрикосы в Маньчжурции уже из своих косточек. Которые прошлым летом с абрикоса выращенные из ваших косточек. Вы поняли? Из моих косточек выращила абрикосы. Заплодоносили, с них взяла косточки и теперь с них уже вращает. Последняя фраза. Теперь можно сказать, это детки ваши, молодцы. Вот так вот. Съели. А дальше еще не все. Тут можно пожурить, покритиковать. Вы понимаете, приходит еще вот плюс. От этой дамы зовут ее Ирина. Да, Ирина. Вот. Приходит вот эта фотография. Так. Мне она не понравилась. Да, вижу, что один абрикос пошел, с косточек второй пошел, третий, четвертый. Наверное, еще где-то есть, так. Вот. Сейчас у меня уже второе поколение растет. Здорово. Но, как я, Железов, обидится Ирина, не обидится? Ну, нельзя превращать. Вот мне места нет, я ее понимаю. Там теплее. Там, может быть, не сыграет такую роль, когда морозы убьют корни. Вы всегда знаете, что корни всегда наполовину менее морозостойкие. Крон он минус 40 выдержит, корни, дай Бог, 20 выдержит. Всегда делите пополам. Вот. А здесь получилось это, даже не газон, ну, как ее назвать-то, господи, и не грядка. Я и слов не подберу. Вот. В общем, получается так. Хорошо бы, чтобы. А еще хотите пожурю. Вот я не нашел сразу фотографию. Там получалось то же самое, только там борта были повыше. Вот это все, когда грунт, вот этот, в середке, ниже уровень бортиков, потом идут, ну, понятно, Питер теплее, но тем не менее, мороз может прихватить верхний слой почвы, сверху снег, снег будет таять и сгноит, пока вода будет стоять поверх. Вот видите, это как маленькая корыта получилась. Пусть не глубокая, ну, сантиметра два, но я не могу не придираться. И тогда основание штампа может сгнить, потому что вода будет стоять, пока не питается влага в почве. А она может не впитываться день, два, три, недели, две, три, пока будет таять, пооттаивать сама почва. Вот, вот это имейте ввиду. Я, извините, Ирина, пожурил. И вот она пишет в оправдании, я с ней поговорю, и посадил я их в клубничной грядке, другого места не нашла. У меня четыре грядки, по пять штук. Ну, жизнь она абрикосом сократила, это точно. Вот, газоны. Надо было, знаете как, вот красиво все, грядочки, аккуратненько. Наверное, все это было самое скошено. А я бы посадил между грядками. Поняли? Вот, а сейчас уже год потерян, пересаживать. Вот, чтобы все это зарастило травой, это надо убирать отсюда клубничку. Вот. Да, места мало. Но это все-таки будет растить их. Значит, лучше посадила между грядками. Извините, Ирина, чем богат, тем делюсь. Доброго здоровья, Савалерия Константинович. Сегодня я снял крайний урожай яблок. Урожай в этом году небольшой. Но какие яблочко? Это все те же переселятся на север, в Нижний Изгаш, из-под синего от Алексеевой. Сразу скажу. Значит, с Алексеевой я дружил. Она в Абакане. Она мне привозила полный состав Союза садоводов Хакасии. Полный состав. У меня даже фотография сохранилась где-то. Чем я очень гордился. Я их угощал, угощал, угощал. А Алексеева была как бы звеном связующим. Она пальцы не гнула. Умница, агроном. Но пальцы не гнула. И я с ней дружил. Потом помню несколько лет, как мы перестали. Потом тот сказал, болеет, дальше не знаю. И боюсь узнавать. Надеюсь, что... Автор пишет, что в недалеком будущем смогу похвастать переселенцами из Красного хутора, возможно, еще более шикарными. Учтите, север. Полученные косточки абрикоса, персика, селевой черешни посадил под зиму. Немного оставил на весну. Так, на весну. Свой персик из урочища Красный Борец мой питомник перенес на придомовой участок. Собрал неплохой урожай арбузов дынь. Килограмм 100 реализовал на празднике урожая. Берут с опаской. Боятся, что не вызревшие, а не красные сладкие без яда. А, еще и дешевле магазины. Так, чтобы угощать родственников соседей. А их не убывает. Отправляю несколько картинок. А, самым. Я только запомнился, он у меня косточек кучу выписал. Вот его фотография. Вот поместь север. Раз. И он прислал фотографию персика из косточки явно. Наверное, это мой персик. И он его вот таким образом посадил. Явно с накладом, явно будет укрывать. Посадил на холл. Все правильно. Вот. Ну, а я взял и свой клетчик показываю. Вот. Вот это способ укрытия на зиму. То есть, я взял вот это вот поленом. Придавил кончики веток. Вот. Придавил всего на 5 минут. И они были вертикальны. Остались в таком положении. Но столько они гибкие. Дальше остается что? Посильнее. Это я кое-как, ну, торопился, очень торопился. Кое-как воткнул эти две палочки, как Коля. Кое-как сделал фотографию. Как чувствовал, что сегодня у меня исчез фотоаппарат и, боюсь, навсегда. Вот. А так получилось, что очень много фотографировал, по принципу, торопись жить. И вот теперь осталось поглубже забить Коля. Еще где-то на одну треть. Так. Между ними. Еще немножечко придавить, чтобы они еще пониже были в виде шатра. Дальше еще два Кола, вот тут впереди. Можно еще два сзади. А потом все это накрывается агрилом или чем хотите. Я у меня оставался ровно со старых времен. Стеклоткань называется. Вот. Я порезал на куски и стеклотканью накрою. Вот. И в прошлом году я несколько сзади накрыл уже воздорога. Вот. И чтобы не выглядеть сильно оптимистическим, два сзади замерзли. Вот. А я когда их накрыл тканью, зима вроде бы не подвищала 40 градусов. Вот так 38, 39, несколько ночей всего лишь. И два все-таки замерзли. А я ленился, я их еще снегом надо было взять лопату и нагреться снегом помочь. Все это я вам показывал. Здравствуйте, Олег Константинович. Хотел поделиться мыслями после приема таблетки Эспумизана. В скобках шутка. У нас когда-то был сортоиспытатель участок, но они испытывали зерновые. Участка давно нет, а лесополозы из ранеток и дички, которые садились чердать, когда живые до сих пор. Ничего им не делается. Было бы неплохо, если бы эти лесополозы были зубрикосом от Русского. Как думаете? Я беру шире. Дело в том, что на юге я бывал только в Кабарде. Ну, естественно, в юг Украины. Итак, жердели вдоль дорог. Есть те, кто хочет. Они вдоль шоссе садили. А в Кабарде я видел грецкие орехи тоже десятки километров. И люди останавливались, собирали эти грецкие орехи, которые были как бы нечаянные. А не знаю я, какую роль играют лесополозы. Да. Потому что когда-то, по-моему, придумал это, по крайней мере, приписывает это самому академику Лысенко. Лесополозы. И понятно, что между лесополозами, высокими, мощными, которые снижали ветровую нагрузку, дальше были зерновые культуры, овощные культуры. А почему вдоль дорог шоссе, я не знаю, но я это видел, я останавливался и собирал эти же грецкие орехи. Так вот, я предлагаю послушать вас. Вот вы как думаете? Я думаю, как вы. Абрикос манджурский. Мощнейшее дерево. Вот. Море витаминов. Но! Мне немножко смущает, что они растут для дорог. А когда миллион автомобилей проедет, а свинец куда денется? Ощву их отравляют. Так вот точно отравляют и манджурские, то есть и грецкие орехи жардели. Абрикосы жардели. Тогда получается, лесополозы это другое. И вот тут абрикосы могут играть роль лесополоз, ветроотбойные полосы и приносить пользу. Представляете, если это так, у нас тоже есть лесополозы, но и с дикарей. В ветреных районах Хакасии садить абрикосы, даже манджурские, бесполезно. Раз в пять лет будет полоносить. Сильная нагрузка ветровая. А в других местах, да, они должны манджурские абрикосы. Жардели. И даже не грецкие орехи, а орехи, орехи манджурские, они должны и тысячи, как было 10 лет назад. Он потерял свой рост. Я тогда что подумал. Я обращаюсь сейчас ко всем, кто меня видит, к всем, кто меня слышит, с такой просьбой и предложением. То есть вы меня, кто сочтет нужным, свежий каталог у меня просите. Вы вхожи в эти самые разные другие каналы. Или, например, я специально набрал вот так вот. Смотрите, как я набрал. Каналы по садоводству. Видите? Дальше. Идет. Ну, пример только один. И пошло, поехало. Каналы, где подписчиков 40-50 тысяч. Где больше, где меньше. Вот. Вся задача человека, который ко мне захочет заработать. Заметьте, не просто альтруиста, бессребрянника, а хочет заработать. Он берет каталог боя. Нажимает копировать. И каким-то образом, ну, естественно, что он вот сюда запишется, или как называется, зарегистрируется или подпишется. Так. И нравится, не нравится хозяевам этих канала, на какое-то время тут появится мой каталог. И надо будет этому человеку добавить еще пару слов. Промокод. Он выбирает какое-то слово. И просит это слово добавлять, когда человек будет обращаться ко мне с просьбой сделать заказ. А я в таких случаях, у меня таких несколько и сейчас работает, но они как бы немножко уже, ну, что ли, сникли, скажем так. Начиналось, человек зарабатывал 100 тысяч. Прошел год, два-три, 50 тысяч. Прошел год, два-три, 10 тысяч. А сейчас, дай бог, пару тысяч. И это в лучшем случае. А миллионы людей про меня ничего не знают. Попробуйте. Вот многие же лучше меня разбираются в этих делах. Это я сейчас сразу только вот в этот канал первый попавшийся. Первый попавшийся. Видите, вот они. Вот. Как сюда влезть с моим этим, как говорится, с колоссоверят. Таким расчетом, чтобы и он мог заработать. Мне нужно только знать, что этому, говоря, ему не пришел заказ. Ну, для этого существует промокод. Как ты догадаешься сам? Многие это лучше меня знают. Но миллионы человек про меня даже не слышали. А о том, что мы с вами, что делаем? Мы с вами прекрасно. Ведь это же не я все придумал. Вот. Ну, то есть, я имею в виду, я не сказки же рассказываю. Понимаете? Это все реально. Вот. Это все реально. Я вам на каждом вебинаре показываю результаты, успехи. Миллионы людей узнают. Раскупят у меня косточки. Так. Я смогу помочь еще людям. Это очень важно. Вы даже не знаете, что 90% куда денег уходит. Вот. Я самый в стране богатый в плане процент от этого. Вот этот заработал, 90% уйдет детям, больным и прочее. Вот. Таких среди миллиардеров нет. Даже если он миллиард отправляет из своих 40 миллиардов, он все равно всего лишь 40-ую часть. А я 90%. И мне нужна поддержка какая? Не протянутая руковь. Нет. Зарабатывайте. Вот на слове зарабатывайте я остановлюсь. Простите каталог. Зарезайте везде. Волшебные слова. Вот тут я выбрал эти волшебные слова. Как я набрал? Я просто набрал. Каналы по садоводству и огородничеству. Вот. И, пожалуйста, можно же умудриться там разместить каталог? И пару слов, промокод, чтобы я мог вам, конкретному человеку, отправлять в вашу часть. Тысячу заработал, 200 ваших. 100 тысяч заработал. Значит, 20 тысяч ваших. Поняли, да? Идем дальше. Извините, что я отвлекся. Это наболело. Так. Кому помешают такие персики? У меня сейчас тысяча косточек персиковых. Это тысяча деревьев. А помните, как уже люди это? Не только ели мои персики. Персики с их. Уже умудрялись даже выращивать свои питомники. Так. Итак, лесополосы тоже. Но я еще раз говорю, лесополосы это капитальные. Это не тот уровень, не наш. Мы дачники. Вот. Ну, если у человека гектар 2, 3, 4, 5, тогда, да, тогда лесополосы нужны. А! Это наши люди. Помните, последние было 4 гектара? Надо уже разбить хотя бы на 4 части. Сделать, допустим, гектар, гектар, гектар. 3 лесополосы, плюс еще по краям уже, со стороны ветра этого, с одного края хотя бы. Это уже 4 лесополосы. И из абрикоса того же Манджурского. А у меня и 100, 90, 95 сходят. Ведь дело верное. А потом и одна единственная головная боль. Куда девать рожаи? Это будет ваша проблема. В рене моей. Так. Вот это вот. Если вы видите, вот что вот это вот. Вот оно у меня лежит. Я их за месяц, 2-3 умудряюсь продать. Ценнейшая вещь. Вот оно на экране. Это не я продаю. Так. То, что вы видите, я когда-то 200 тысяч переслал, оценка. Он 20 тысяч напечатал. Естественно, на них мы собирались хорошо заработать. Ну, хотя бы по 100 рублей. Вот вам 2 миллиона. Ну, а тот, кто, кто-то его подставил, и у него лежат эти 20 тысяч, ну, может быть, тысяча продана. Ну, и 19 тысяч. Он пытается продавать. Может, еще кто-то. Может, это перекупщики. Смотрите. От 200 рублей до 400 и до 500. Одна. Вот такая. До 500. А смотрите мои данные. То есть, а я пытаюсь, как продавать. Одна штука 100 рублей. Своим ортографом. 50 рублей. Если 4 штуки, по 50. Итого 200. А тебе представь себе. Взял человек не 4, а 10. И он всем своим друзьям, знакомым, родственникам за 500 рублей, за 500 рублей купил 10 штук. Всех порадовал. Порадовал всех. А ведь это здесь самая важная тема, собранная именно здесь. Быстроценка. Вот. И не 500 рублей, и не 400. Это 100. А если 4, то 200. Видишь, какая-то. Я сравниваю специально. Наверное, кто-то покупает и на зоне. Наверное. Но, тем не менее, я считаю, что лучше все-таки у автора покупать. 4 штуки, 200 рублей. Что такое 200 рублей? 2 бутылки пива. Недорого. Так, идем дальше. Вот она брошюра. Вот. Посмотрите еще раз. Мне кто-то из вас прислал вот это вот. Это не я. Меня кто-то взял, сфотографировал и прислал. Идем дальше. Ну, это мои гости. Тут интересно, знаете, какой момент? Я сделал фильм и снимал их. И они мне помогали садить персик. И здесь, тут трудно видно, но здесь тоже персик. Он так как-то плохо сфотографировался. Но среди них вон он персик с длинными листьями. Вот. Значит, спасибо, помогли посадить персик. Я сделал фильм. И все-таки это, мне сегодня, почему я быстренько эту фотографию вставил, хотя фирмы видели, зачем повторяться. А Юлия Сергеевна Мельникова, она же моя ученица моя ученица и племянница. Вот. Ну, у нее там два десятка она персика вырастила из косточек. Вот. Было бы у нее много этих косточек, но большая часть была продана, как говорится, синица в руки. она мне сегодня задает вопрос, Юлия Сергеевна племянница. Человек заказал один персик, это нормально? Он самоплодный, что мне ему ответить? Она не все еще знает, как я. Я говорю, да, самоплодный, да, Но еще раз говорю, если он сам себя пылил, я единственный, потому что об этом никто никогда не пишет. Когда он сам себя пыляет, это близко родственные связи, это деградация, это плохое здоровье. Вот есть такое плохое здоровье, а когда их несколько, и они умудряются друг друга опылить. Вот. И тогда получается более развитые здоровые деревья. Это касается не только персиков, это касается всех деревьев. Вспомните смешанный сад железа, ах, вырастут дички из косточек, что-то до сих пор никто... А, вы же видели? Вот. Это же не я придумаю, что-то никто дичков так и не увидел. Мазужские абрикосы с косточки. Мазужские абрикосы так никто и не увидел. Вот. А уже свои собственные. Как написано? Детки ваших этих. Поняли? То есть, во-первых, знания, классические знания, как у тех, вы просите в себе язык, это прошлое. Им нельзя не верить, им нельзя следовать, иначе садов не будет. Посадишь только культурные, хребов и нездоровья. Посадишь только эти самые дикарей, вроде сибирских, если дикарей, дикарей, получи дикаря. А еще надо как-то еще изолировать, чтобы те отдельно, а эти отдельно. Те отдельно несъедобные, а эти отдельно бездоровья нет уж. Пусть манчжурцы опыляют королевские, пусть королевские опыляют манчжурские, и уж по крайней мере манчжурцы никогда не дичат. Куда им дичат? Вот это я хотел сказать. И это же персик. Я сказал, скажите вашему клиенту, я говорю, у тебя еще есть персик, еще несколько не продано, не обещано, так скажем. Скажите, два лучше, три еще лучше, четыре идеально. Вот так. Вот сколько я наговорил сейчас, минутка, бывает, что вот такие очень напользу. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут какая-то картинка, ладно, не будем открывать. Идем дальше. Разобрались мы с самопылением, самопыление это деградация. Вот. И вот именно, что они, слушайте, это не есть разговор. Пока ля-ля-ля-ля-ля-ля, пока он помогал насадить персик, вот этот привитый у него, вот тут у него в этом тачке, в перешке, лежит привитый. Так. А я ему пока, я два собирался пересаживать себе и снимать фильм. Как сейчас снимать, не знаю. Вот аппарат третьего. на 20 тысяч. И вот я думаю, хорошо успел снять один. Фильм вы уже посмотрели. Где второй персик, который я только собирался, там уже было две ямы приготовлены. Кто видел фильм, там две ямы приготовлены. Где второй персик? Правильно, уехал в эту. Вместе с ними в Абакан. Нет, Минусинск. Вот так вот. И объяснять умею, и не навязываю сильно. и прочее черешня. Потому что его можно так сделать, что он и не замерзит, и не сопреет. Попробуйте Абрикос. Сопреет, черта мать. Так, идем дальше. Где мы были? А, вот тут мы были. Кое-что цену успел сказать. у премьем. У